Шагомер и мониторинг сна Браслет способен показывать также фазы глубокого и неглубокого сна Второе, кстати, более значимое, потому что именно в этот момент браслет может вас разбудить достаточно мощной вибрацией И ваше лицо будет примерно вот таким Ну, а если вас разбудит обычный будильник во время глубокого сна, то лицо будет как обычно Браслет сам подсчитывает, когда вам лучше проснуться И, честно говоря, эта функция меня радует, потому что последние два месяца я просыпаюсь только благодаря ему И каждое утро у меня лицо примерно вот такое, а раньше было как обычно Еще одна функция, которая меня тут радует, это переключение музыки легким постукиванием по браслету Музыку можно включить или выключить, поставить на паузу или включить следующий трек К сожалению, на этом основной функционал браслета заканчивается Ну, по крайней мере, это все, чем я здесь пользуюсь И мне кажется, этого мало, потому что я ожидал больше пользы от браслета, который стоит ни много ни мало 3000 рублей Да еще и к тому же браслетики к нему стоит покупать отдельно Они продаются только в комплекте по три штуки, каждый комплект стоит 1000 рублей Теперь давайте поговорим о Xiaomi Mi Band, который считается самым популярным среди прочих смарт-браслетов Да и позиционируется он как самый дешевый Ну что ж, вот я выбрался на улицу, сейчас буквально через пару минут подойдет чувачок, у которого есть настоящий Mi Band, который им долго пользуется И вот он вам про него и расскажет, а я вам уже все рассказал про Sony Всем привет, меня зовут Илья, я менеджер Тимура И так получилось, что у меня есть к Xiaomi Mi Band, которого нет у Тимура, и при этом он есть у меня Такая вот интересная ситуация Ну вот я сегодня, например, поспал 8 часов, сжег 1800 калорий и пока шел от метро до суда, прошел 1025 шагов У меня здесь, смотри, есть крутые такие анимации, приложений, куча всяких прихолюк А что есть в твоем китайском Mi Band и, соответственно, китайском приложении? И в китайском айфоне В приложении все очень просто, показывается сколько шагов сразу же на главном экране Сколько шагов за сегодня я прошел? Сегодня я прошел 5660 шагов 4,22 километра и сжег тем самым 204 калории Кружок показывает, какую часть от 10 тысяч шагов от рекомендованной нормы я прошел Здесь это все разбито по кусочкам, которые я ходил, но это не особо важно Плюс можно посмотреть, сколько я сегодня спал Практически 8 часов Лег спать в 2 часа ночи И проснулся в 9.40 А я, смотри, спал 8 часов 16 минут Лег в час и проснулся аж, смотри, в 9.26 Ха, я больше сплю Ну, смотри, какое есть преимущество у моего браслета от Sony Я его заряжал вчера и у меня зарядки хватает еще на целых 2 дня и 13 часов Это в 3 раза реже, чем Apple Watch Я свой браслет могу заряжать примерно раз в 30 дней Например, последний раз, как вы видите, я его заряжал 13 дней назад И сейчас на нем 72% заряда Я выиграл Кулгайз, don't look at Explosions В приложении от Sony можно вот так аккуратненько пролистывать временную шкалу И смотреть, как у вас увеличиваются шаги И, собственно говоря, в конце дня можно посмотреть, сколько вы нашагали за сегодня, за вчера или за целый месяц Да, но зато твой браслет синхронизируется один раз А мой считает, смотри, шаги в реальном времени Еще одним из плюсов Xiaomi является то, что о нем можно вообще забыть Заряжать, как я уже сказал, раз в месяц Синхронизировать с телефоном раз в 10 дней У него память на 10 дней Он водонепроницаемый по стандарту IP67 Это значит, что в нем можно принимать душ, дождь, и это все, короче, ему не помеха Я вообще о нем не думаю А, еще он очень легкий То есть он вообще не напоминает о себе Я в нем сплю, ем, принимаю душ, хожу и вообще не думаю Я вообще не думаю Не, ну вы не подумайте Я как бы думаю Иногда Во сне Когда не ем Но когда я во сне ем, я не думаю Оба браслета оснащены тремя световыми индикаторами Но вот только у Sony они светятся белым цветом А у Xiaomi всеми цветами радуги Так, кстати, можно отличить SMS-ки от входящих звонков Если вам кто-то позвонит То загорится только центральная лампочка И браслет будет вибрировать Лично для меня самой полезной функцией И самой удобной является то, что я могу В любой момент выключить звук на телефоне Допустим, оставить его в кровати После того, как я ушел завтракать Или положить в рюкзак, когда я катаюсь на велосипеде И когда мне кто-то звонит Телефон по блютузу это все передает на браслет Браслет вибрирует Я понимаю, что опа Надо пойти ответить Ну или достать из рюкзака Поговорить Самое главное Если вы катаетесь на велосипеде И вам кто-то звонит Обязательно остановитесь И только потом берите телефон Правила дорожного движения на велосипедистов Тоже распространяются Браслет от Sony синхронизируется с телефоном Через блютуз примерно раз в час Поэтому посмотреть, как точно он считает шаги Практически нереально Зато удобно просматривать шаги за прошедшие дни или недели Сделать это можно в виде диаграммы Или же с помощью анимации внутри приложения Она, кстати, выглядит очень качественно Отдельно стоит сказать про застежку Тимур, дай руку На примере браслета Тимура Можно увидеть, что при случайном каком-то задеве браслета Он может сорваться У меня же застежка с двойной защитой Как двойная аутентификация ВКонтакте Кстати, все поставьте ее Здесь, если у нас случайно открепился ремешок У нас браслет не падает Мы это видим и не теряем его Отдельно, наверное, стоит сказать про зарядку Вот эта капсулка, она вынимается Вот такая вот она И здесь есть разъемчик по зарядку Он не стандартный Он оригинальный, ксиомевский Вы, скорее всего, не найдете его у друга дома Как было бы с каким-нибудь мини-USB Но, с другой стороны, он вам пригождается раз в месяц Поэтому это совсем не проблема Вот, например, у Тимура разъемчик очень распространенный У меня, на самом деле, приложение очень дурацкое Потому что синхронизация у него происходит раз в час Или когда ему вздумается, когда там звезды сядут Ну, вот, например, смотрите за показанием шагов Если я начну от... Вот, во-первых, я катался на велосипеде Я вот не помню, что я сегодня катался на велосипеде Но приложение думает, что катался Откатываюсь назад, вот катался в маршрутке Хотя не катался И вот значение резко падает Смотрите, 80 Потом становится сразу 100 И потом сразу становится 600 Внезапно То есть, не знаю, насколько точно К концу дня подсчитываются шаги Но вот в временных промежутках Не могло случиться так, что 100 А потом сразу 600 Буквально вот за минуту Такого просто быть не может Мне интересно, насколько точно считает приложение Xiaomi Давай мы сделаем просто Смотри, дай мне телефон А ты просто иди Ну и давай, чтобы вот были твои ноги в кадре И 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Ну, тут, наверное, нет дальше смысла продолжать Но ты, в принципе, походи, походи Я тут пока скажу Приложение от Xiaomi Во-первых, выполнено в более Красочном таком дизайне В более современном, плоском Нежели приложение для Sony Sony такой крутой бренд Но браслет и приложение Они сделали очень хреново Здесь вот анимации Красивое приложение И самое главное Точно считаются шаги Вот он там где-то ходит А я сейчас вернусь назад И вот показывается 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Короче, мне тут больше прикопаться не к чему Выбирая между двумя браслетами от Sony Или Xiaomi Mi Band Я бы остановился в пользу Все-таки Mi Band Что ж, вот такое у нас получилось Сравнение, обзор двух смарт-браслетов И после него Единственное, что мне хочется сделать С своим браслетом Это вот так снять его И выкинуть Потому что это Абсолютно бесполезная Трата денег В то время, когда можно купить Дешевый китайский Xiaomi Mi Band С качественным мобильным приложением Который еще к тому же Честно считает шаги Я, кстати, нашел еще один минус Называется Минус, если у вас тонкая рука Вот сейчас я Пытаюсь с непривычки Застегнуть его на самую минимальную Величину Но вот вы уже сразу можете видеть Что мне он, например, велик А у Xiaomi Его можно затянуть даже Чтобы он мне был мал Вот я не могу его затянуть на максимум Так что, Тимур Твоим подписчикам Ну, если, конечно, среди них нет Игоря Синяка Всем Браслет от Sony Будет слишком велик Лично я бы рекомендовал Если вам не нужно считать шаги Вообще ничего не покупать Если вдруг вы хотите шагомер То выбирайте Xiaomi Mi Band Xiaomi сами популярны Потому что он самый дешевый И все Потому что все хотят подешевле Никто не хочет платить Тысяч 8 за джебон Не зная, нафига он им нужен А Xiaomi вы можете купить В России где-то за полторы-две тысячи Если заказать с каких-нибудь китайских сайтов Там вообще долларов 8 выйдет И на мой взгляд Вы можете отдать эти деньги Просто за то, чтобы попробовать потестить Проносить пару месяцев Понять, нужен ли вам в принципе шагомер Например, вы сомневаетесь Покупать ли Apple Watch Типа, я куплю Apple Watch Буду смотреть уведомления и шаги А вот надо ли вам эти шаги Это вопрос А тут можно заплатить 8 баксов И посмотреть С вами был Тимур Стельников Илья Подписывайтесь на его канал На мой инстаграм Вот этот вот Ставьте лайк этому видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok